Добрый день, уважаемые коллеги! Я учитель географии Марка Татьяна Анатольевна, учитель географии школы номер 40. Тема моего выступления — методическое сопровождение ГИА. Цели и задачи вы видите на экране. Нами запланирован ряд мероприятий на текущий учебный год с целью повышения качества географического образования и для развития профессиональной компетентности, педагогических работников образовательных организаций по подготовке ГИА. Подготовка государственной итоговой аттестации включает в себя, прежде всего, анализ результатов ГИА за предыдущий год на уровне каждого учителя, на уровне каждой образовательной организации, на уровне каждого муниципалитета, на уровне регионального управления. На уровне каждого учителя непосредственно это анализ собственной педагогической деятельности по достижению обучающимся планируемых результатов обучения с выделением тех проблем, которые возникают у учащихся при выполнении экзаменационной работы. На уровне каждой образовательной организации определение причин методических затруднений учителей и определение направлений методической работы по совершенствованию профессионального мастерства учителя. При проведении анализа необходимо использовать результаты, подготовленные Центром мониторинга и качества образования Томского областного института, повышению квалификаций и переподготовке работников образования. Итоги ОГЭ по географии 2019 года выявили проблемные задания, относящиеся к отдельным содержательным блокам и темам. Рекомендации по подготовке к ГИА связаны с выявленными затруднениями и типичными ошибками. Здесь на экране продемонстрированы наиболее типичные темы, которые вызывают сложности по решению заданий учащихся. Учителям необходимо обратить внимание на такие темы в разделе курса географии, как источники географической информации, природа, земли и человек, материки, океаны, народы и страны, природопользование, геокология. В курсе «География России» необходимо отработать такие темы, как особенности географического положения России, природа, хозяйство, население России, природно-хозяйственное ранирование России. При проведении ЕГЭ по географии проблемными являются одни и те же элементы содержания, как в Томской области, так и в Российской Федерации в целом. Из разновидностей тестов наиболее сложными являются тесты с множественным выбором ответов в заданиях 9, 13, 19, тесты открытого типа в заданиях 4, 11, 14. Хотелось бы обратить внимание коллег при подготовке ГИА, на что нужно уделить внимание. Конечно же, на содержание тех блоков, которые вызывают у учащихся затруднения при выполнении заданий. Помнить, что основой успеха является систематическое повторение тем школьного курса географии. Необходимо продолжать работу по закреплению смысла географических понятий и терминов, которые вызывают у учащихся сложности. Например, такой термин, как рекультивация, водная эрозия. Необходимо акцентировать внимание на понимании географических закономерностей и причинно-следственных связей. Продолжать работу по формированию образа территории. Необходимо, конечно же, коллегам рекомендовать своим обучающимся использовать аналитические методические материалы ФИПИ, проводить элективные курсы для контингента, заинтересованного в сдаче ЕГЭ и ОГЭ. И, соответственно, просматривать, рекомендовать просматривать своим обучающимся подбор видеоконсультаций по подготовке к ЕГЭ на сайтах Рособранадзора и ФИПИ. Перед вами анонс мероприятий по методическому сопровождению ГИА. Обращаю внимание, что состоится совещание по анализу итогов ЕГЭ 2020 года по географии с привлечением членов предметной комиссии. На совещание приглашаются все учителя географии в связи с тем, что изменились критерии оценивания части С, изменились подходы к решению части С. Приглашаем всех учителей географии. У нас в течение года запланирован ряд мероприятий. Практикум, посвященный решению заданий ВПР 6, 7, 8, 11 классов. Запланирован анализ демоверсии ОГЭ и ЕГЭ 2021 года. Решение сложных заданий ЕГЭ и ОГЭ по географии, охватывая разные разделы курса географии. Например, это раздел населения мира, раздел мировое хозяйство, движение земли. Запланированы практикумы по решению сложных заданий ВПР, практикумы по решению сложных задач ЕГЭ и ОГЭ. Также онлайн-консультация по итогам репетиционного ОГЭ и ЕГЭ для педагогов, школьников и родителей, где будут рассмотрены сложные задания и работа над ошибками. Коллеги, спасибо за внимание. Все мероприятия, которые нами запланированы в течение года, они направлены на повышение качества географического образования. Ждем вас на наших мероприятиях. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!